Добрый вечер, друзья! В этот дождливый вечер хотел с вами поговорить о тех ситуациях, когда вы, тренируя новые упражнения, тратите больше сил, чем обычно. По понятным причинам связано с тем, что необычные упражнения задействуют непривычные мышцы. Ну или просто мы делаем их с большим приложением сил в попытке сделать их корректно, но не понимая, как и наше тело еще не умеет это делать правильно. Мы прилагаем больше усилий, чем нужно. И, соответственно, в такие дни очень часто случается, что устаешь раньше, чем истекает время тренировки. Для меня это один час, не так много, но, тем не менее, это регулярно происходит, особенно, когда ты эмоционально что-то пытаешься сделать вновь. И я хотел сейчас поговорить о том, как же я поступаю в таких ситуациях, когда время еще не вышло, а сил уже нету, когда вы уже, в общем-то, мало на что годны и мало что можете сделать. Второй момент времени, в принципе, мало, и поэтому я сейчас пришел к такой попытке разнообразить свои тренировки. Я начинаю заниматься, когда я устал, заниматься какими-то элементами баланса с минимальными перемещениями, чтобы физически не то, что это совсем без физических нагрузок, нет, но с такими какими-то щадящими нагрузками, а поскольку все элементы позиционирования и балансирования требуют многократных повторений, большого количества времени надо уделять этому как раз, вот моменты, когда ты устал, очень тому подходят. Не сложные такие элементы, откаты назад, позиционирование, какие-то такие слабенькие-слабенькие вещи. Вы, конечно, увидите, как плохо я это делаю, и, возможно, кто-то даже об этом скажет, но я вам скажу такую вещь. Вот эти откаты назад, они тем легче, чем выше скорость. При повышении скорости увеличивается гироскопический эффект вращающихся масс, то есть ваших колес прежде всего, и это вам помогает держать стабильность мотоцикла. А поменьше роста ваших талантов надо переходить к меньшим уклонам, где откаты эти не происходят столь быстро и интенсивно, и максимально стараться делать их на очень низкой скорости. Чем ниже скорость, тем меньше гироскопический эффект, тем вам сложнее, тем больше влияние вашего понимания того, что вы делаете, и вашего баланса. К этому мы и стремимся, делать все упражнения на минимальной скорости. Ну вот я сейчас на этой стадии, получается не очень хорошо, пытаюсь понять, как же вообще работать лучше задним тормозом, лучше передним тормозом, а иногда лучше вообще работать с сцеплением и мотором, как тормозом при откате назад. Все это непросто. И вот второй момент, о котором я уже несколько раз начинал говорить и так не закончил, это то, что я стараюсь выполнять эти все тренировки с минимальным, скажем так, количеством вообще отдыхов и остановок. Вместо того, чтобы, как я раньше, сильно утомившись, я ставлю мотоцикл, сам достаю мобильный телефон и начинаю там листать бездумно какие-то Facebook страницы, я стараюсь, во-первых, запретить себе пользоваться Facebook в эти моменты, а наслаждаться природой, тишиной и отсутствием высокотехнологичных устройств в моих руках, а второе, продолжать тренировку даже когда я устал. По мере нарастания усталости я все больше акцентирую внимание на вот такие менее затратные упражнения по балансированию и так далее. И тем самым стараюсь уменьшить количество стопов. Сейчас я уже ограничился двумя остановками в течение своего часа. Ну вот так, господа, сыпется мелкий дождик, темнеет. И тренировка заняла 1 час 23 минуты вяло, спокойно, с минимум приложения энергии на пульсе 120 ударов в минуту. Ну а вам удачного дня, хороших тренировок и спасибо! Спасибо!